За этот месяц у меня было очень много разных встреч, много общений, и где-то неделю назад я был настолько истощен, хотя я сам как бы планировал эти встречи, поездки, но я был истощен эмоционально и чувствовал, как больше не могу уже никого слушать и кого-то видеть. Я сказал, Господь, зачем так нужно было мне целый месяц? Я был в Германии, много встреч, пастырей, церквей, потом там встреча епископов, организовывалась в Житомире, ну и многое другое, и Дух Божий проговорил мне, это все было жертва общительности. Такая фраза. Я как бы знаю, что так написано в послании к евреям, в последней главе, в 13 главе, написано, «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И дальше написано, не забывайте также, благотворение, то есть добрые дела и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И когда Дух Божий проговорил ко мне, я как будто услышал и обыкновенный простой ответ. Те люди, с которыми я провел и проводил целый месяц, я верю, что Дух Божий дал мне их как друзей, как людей, которым бы я мог послужить. И когда я слушал их, это было буквально только ночью, ночь, где был перерыв. Мне было вместе с ними больно, вместе с ними я плакал, вместе с ними я радовался, вместе с ними страдал за их детей, переживал за состояние церкви. И как будто нес бремя этих людей. Я увидел, что многие из них открывались, даже у нас был такой уровень отношений, это знакомство, они открывались настолько глубоко, что они предлагали дружбу. Я видел, как есть такая нужда, даже у пастырей, кажется, довольно успешных церквей, нужда, чтобы кто-то их выслушал, нужда в том, что почувствуют себя нужным, и не только как вот пастырь, который должен что-то делать, а как человек. Я переживал всякий раз вот это вот Божье откровение любви к этим людям. Вообще, мое такое служение, наверное, как-то, может быть, даже соединять несоединяемое, я не знаю, очень трудно, может быть, это, но очень Бог дал благодать мне быть во многих общениях, во многих кругах. И причина, по которой есть какие-то результаты, это готовность свое сердце кому-то дать, свое время, свое внимание, свои глаза, которые смотрят в глаза, свои уши, чтобы выслушивать, может быть, самые странные вещи, которые наболели человеку. Почему я об этом сейчас говорю здесь? Я думаю, что одна из самых главных целей, которые здесь мы с вами должны достигать, и уже четыре года мы идем к этой цели, это как раз то слово, которым названо наше общение, кайнония, это общение. А недавно я услышал одного доктора теологии, и он сказал, всего лишь один раз в Библии написано, это слово канония, которое означает общение, а 12 раз оно означает взаимоотношение. Я первый раз об этом услышал. И наша цель – это открыть свое сердце для Господа, для взаимоотношений с Ним. И, наверное, Он хочет наших глаз, Он хочет наших ушей, нашего сердца в первую очередь. Я сегодня слышал, как кто-то из ребят здесь говорил, закройте глаза, Он здесь. Жертва для Господа – это вот наше сердце. Я думаю, вы не запомните, кто в чем здесь был одет, хотя все красиво одевались, готовились. Это была определенная жертва. Кто-то покупал новый наряд, потому что знал, что будет канония, будет какая-то тусовка. И, конечно, вы хотели быть заметными, но я вас хочу расстроить, вы не заметите и не запомните. Вернее, заметите, но не запомните, вы уедете, и вы не вспомните, кто в чем здесь был. Одно, что здесь, я знаю, запоминается – было ли здесь присутствие Бога? И второе – был ли я в этом присутствии Бога? Возможно, вы наблюдаете, как кто-то переживает это присутствие. Кто, принося вот эту жертву общительности с Духом Святым, поет, может быть, лежит здесь, там, ложится за ту колонку, за тот ящик, кто-то ползает. Кто как находит ключ к сердцу Божьему. Может быть, согнутся в три погибели. Знаете, какое-то странное, может быть, выглядит поведение, но цель – это его услышать, не смотреть, как слышат другие. Я рад за то, что кто-то переживает, но какая мне от этого польза? Потому я верю, что именно состояние во время всех этих служений, поклонений, состояние человека, который приехал именно ради Него, человека, который настолько влюблен в Него, и так он хочет провести этих три дня вместе с Ним, что Бог, глядя, опять-таки, по-моему, сегодня Андрей говорил, что Он не может не отреагировать. Он найдет тебя в конце зала, ты не будешь, может быть, здесь впереди, в свете этих софитов, он там тебя найдет, и ты будешь получать и слышать от Него. И опять же причина, потому что ты приносишь Ему вот такую жертву, ты хочешь с Ним общаться. Я лично убежден, что это главная причина. Это как бы полигон, где мы уединяемся на три дня от всех забот, от всех сует, от телефона, наверное, от интернета, потому что, не знаю, здесь, наверное, Wi-Fi не работает. Выключить и свое внимание на Нем. И я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы на два или три дня приехав в это общение, не заметить Его. Я часто в церкви говорю, как простой мой пример, когда я уединяюсь с Ним, ухожу куда-то, в такое место, где нет людей. У меня нет шанса не поговорить с Ним, нет шанса от Него убежать, нет шанса Его не услышать. Он вокруг, Он все время хочет со мной общаться. Я даже часто плачу просто, потому что Он зовет меня не как пастыря, не как епископа, какого-то лидера, какого-то служителя. Он зовет меня как сына. Он говорит, сынок, я так хочу, чтобы ты со мной побыл. Мы даже говорим с Ним о делах. Мы просим у Него о делах. Мы молимся за кого-то. Мы ходатай стоим, мы плачем, мы там посимся. Но Он так хочет его с нами провести. Знаешь, не с пастырем, не с служителем, не с лидером прославления. Он хочет с тобой, потому что Он тебя любит в первую очередь. Дар, который Он тебе дал, чем ты служишь, это Его дар. Он тоже Его любит. Но прежде всего, это ты. И Он так хочет это время провести, этих нескольких дней. Не потеряйся в суете. Пусть никому не будет отдано твое сердце в эти три дня. Если здесь есть те люди, кому бы ты хотел, да, свои глаза, свои уши. Вы будете где-то ночевать вместе, кушать. И это так же угодно, что здесь написано, жертва общительности. Но когда ты приходишь сюда, или ты останешься вечером дома, говори с Ним. Я убежден, что это хороший полигон. Для того, чтобы вы переживали Его присутствие. И это присутствие, и это помазание, и эта любовь, которая в вас выражается на устах, на вашем лице, в ваших улыбках, она была там, слышна в мире. Чтобы обогатившись, мы понесли туда. Поэтому когда вот так истощенный, я сказал, Господи, что это? Он сказал, потому что ты старался их любить и принимать. Потому что ты был послушный. Тело устало, но мой дух радовался, и моя душа радовалась, потому что Богу такая жертва нравится. Господь, Господь, Папа, здесь и самый главный, здесь нет никого, кто бы мог бы с тобой сравниться, соревноваться. Боже, мы люди, которые служим или обращаем внимание других на тебя. Но ты здесь самый главный. И без тебя мы не можем делать ничего. Мы не хотим делать концерт, мы не собрались просто так потусоваться, других повидать и себя показать. Благодарю тебя, что ты здесь самый главный. И, наверное, ты многое, многое, что приготовил. В твоих руках всего достаточно, чтобы никто не оказался бедным или нищим, чтобы никто не оказался голодным. И, дорогой Дух Святой, ты пришел и живешь сегодня прямо внутри нас. И ты делаешь нас теми способными, способными видеть, и слышать твои движения, чувствовать, обонять, осязать, даже переживать вкус твоего присутствия. Ты так богат и так многообразен, что для каждого из нас у тебя есть способ дать нам то, в чем мы каждый нуждаемся. Спасибо за много чудес, за много исцелений, от ран наших душевных. Спасибо за изобилие всего, потому что ты отец добрый, благой, и ты даешь благие даяния детям. Я верю тебе, благодарю тебя, благословляю твоих сыновей и твоих дочерей, этих прекрасных юношей и девушек, искателей твоего присутствия. Благословляй их твоим именем и благословляй их в твои руки и в твое сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу занять еще буквально минутку и дополнить к тому, что сказал пастор. Кто из вас вырос в церкви? Кто из детства в церкви? Поднимите руки. Где-то половина вас. Я вырос в церкви. И меня не научили на самом деле вот этой ценности и глубины взаимоотношений, о которых говорил пастор Александр. Я приведу вам пример. Я вырос среди диких и сумасшедших вещей, которые происходили. Очень супер помазанных людей. И у нас как бы есть такая тенденция смотреть на помазание человека вне, снаружи, а не смотреть на его помазание, которое есть внутри. И пока я рос, я видел величайшие разные чудеса и знамения во время того, когда я рос все свое детство. Но это не означало, что я знал этого человека или эту мужчину или женщину на самом деле, если я видел их чудеса. То же самое. То есть, если я видел чудеса, которые через них делает Господь. То же самое. Вы можете смотреть на Господа и видеть только чудеса, знамения, но не видеть его присутствие. И потому все, что происходило в последний период моей жизни, оно все основано на его присутствии. Это именно то, о чем говорил он. Самое главное, это суть человека, то, что находится глубоко-глубоко внутри человека. Женщина это или мужчина, или это Дух Святой. И он может делать столько много чудес, столько много знамений, только из-за того, что он любит нас. Но это не означает, что это его присутствие, это его сила, власть, сила. Это очень большая разница. Когда мы смотрим на Господа, Он уже отдал в жертву все. И теперь это зависит от нас, сделать то, о чем говорил пастырь. Мы жертвуем, чтобы познать Его, Нет такого условия, что Он, например, от нас требует, чтобы мы принесли жертву. Но иногда нелегко просто узнать какого-то человека. И потому, когда мы полностью раскрываем себя и делаем какие-то вещи, которые нам неудобны по отношению друг к другу, тогда мы начинаем понимать суть друг друга, суть того человека, с которым мы. Так же, как пастырь Саша и я, мы знаем друг друга уже где-то 14 лет, да? 14 лет. И буквально за несколько последних лет мы достаточно жертвовали самими собой для того, чтобы узнать друг друга, правда? И мы начали узнавать того человека внутри, и природу этого, и суть этого человека, а не просто какой-то человек внешний. Потому, когда вы ищете мужа, ищите жену, не смотрите на фасад. Я жена 30 лет. Моя жена просто изумительная. Она прекрасная. Но я не влюбился в нее из-за ее внешней красоты. Но на самом деле это было то, что я влюбился в то, что было внутри. Потому что я узнал, какая она внутри. Понимаете? То же самое взаимоотношения с Господом. Если вы верующий, именно вот так мы должны жить. Вот так я должен жить. Понимаете? Ну, нормально, что мир это делает. Ну, знаете, в мире есть вот такая вещь, что они просто смотрят на поверхность. Вот что сверху? Это. Но если бы я просто смотрел на внешние вещи, я бы, наверное, не женился на своей жене. Или, скажем так, я бы до сих пор не остался в браке с ней, если бы я смотрел только на внешние. Понимаете? Знаете, невероятно то, что я люблю ее сейчас намного больше, чем в тот момент, когда мы женились. Сегодня. Так же взаимоотношениями с Господом. Я люблю Господа настолько сильно. В нем столько всего прекрасного. Вот что любовь. Вот в чем состоит суть взаимоотношений. Вы понимаете, о чем я говорю? Суть словили? Пусть Дух Святой вас ведет. Написано во всей истине, во всей правде. А не в фасаде, не в внешнем. Это так легко. Просто, легко просто смотреть на то, что внешне. Но, знаете, даже если, возможно, внешне не все красиво выглядит. Вы смотрите на кого-то, ну, знаете, ну, как-то человек неправильно себя ведет, что-то делает не так. И тогда, когда человек каким-то своим поведением, он может, скажем так, отвлечь внимание другу, как бы не очень красиво. Но не судите по-внешнему. Спрашивайте у Господа. Попросите, чтобы Он показал вам, как вы видите Его. Увидите Его через ваши глаза, и Он покажет вам. Он покажет вам. И вы будете влюбляться в людей, если будете делать так, как вы никогда еще не влюблялись. И не важно, какие они внешние, красивые, не очень. Разные вещи могут быть внешне. И вы, несмотря на все это, все равно будете влюбляться в этих людей. Потому что вы отдаете в жертву то, что вы видите внешне, физически, и смотрите то, что внутри. Вы понимаете, о чем я? Да. Спасибо за субтитры Алексею! -